Привет! Я бы не хотел увидеть у себя на тарелке злых птичек из игры Angry Birds. Я ими столько раз пулялся. Вдруг они теперь мстить пришли? Ну, наконец-то теперь персонажа из Among Us можно будет сожрать не только в игре, но и в реальности. Хотя бы в виде тортика. Не то чтобы я не любил лягушек, но эти нахальные зеленые булочки пожирают мой бекон. И Фактория считает такое поведение возмутительным. Заказываешь в кафе хот-дог, а тебе приносят вот такую таксу на тарелке. Судя по ее размерам, внутри должна быть не сосиска, а целая палка с алями. Слышали выражение «глотать книги одну за одной»? Ну вот, теперь можно их глотать в буквальном смысле, если раздобудете такие забавные книжные печеньки. И чей-то оно мне язык показывает. Я не потерплю такого поведения от какого-то нахального сэндвича. Лучше бы он свои интересные фото показал. И вы, кстати, тоже присылайте свои интересные фото по ссылкам в описании. Собираешься съесть сосиску, а получается парочка гусениц. Нет, они милые, конечно, но я бы все-таки предпочел сосиску. Здрасте, приехали. И как его есть? Что, серьезно, у кого-то поднимется рука съесть такого милого желтенького цыпленка? Очень забавная идея оформления желе в виде разноцветных черепашек, которые буквально разбегаются по тарелкам. Это красиво. Даже очень красиво, спору нет. Но можно я все-таки не буду есть фиолетово-розовую лапшу? Лучше на нее просто полюбуюсь, а съем что-нибудь более привычного цвета. Я не доверяю этому милому кролику. Он как-то подозрительно пристально смотрит на помидорчики. Нужно успеть их съесть до этого ушастого хитрюги, а то ведь стащит, как пить дать. Ну вот, а нам говорили, что покемоны живут в покеболах. Как бы не так. Пикачу вот оккупировал чей-то ланчбокс и убираться оттуда не собирается. О, опять Пикачу, только теперь вид сзади. Ну, может быть, филейная часть у него вкуснее, чем голова. Вот его другой стороной и положили. Если вы где-то видите черепашку-ниндзя, значит, где-то рядом должна быть пицца. Потому что одно без другого существовать просто не может. Хотя, если вы планировали съесть эту пиццу сами, то лучше вам на это не надеяться. А вот если съесть такого инопланетянина на завтрак, это случайно не начнет какой-нибудь межгалактический конфликт. Миньоны, конечно, симпатяги, кто же спорит, но как-то не по себе, когда они так пристально смотрят на тебя из тарелки. Ну, нельзя так делать. Слушайте, я серьезно. Сидишь голодный и не решаешься начать есть, потому что придется отобрать одеялко из омлета у спящего медвежонка. Я, конечно, знал, что японцы достаточно странные люди, но теперь я в этом точно уверен. Ну, а как еще назвать людей, которые едят очень реалистичных хлебных хомячков? Судя по размеру этих пчел, каждая из них должна приносить вулей ведро меда за один раз и пыхтя затаскивать его вулей. А вот, кстати, интересно, грибы в Марио были съедобные или нет? Почему разработчики не дали нам ответ на такой важный вопрос? Заказываешь бургер, а тебе приносят котенка на тарелке. Как на это реагировать? Я вообще не понимаю. Все это очень мило, конечно, но котята у меня аппетит не пробуждают. Хочешь съесть хот-дог? Ну, попробуй, отбери его у этого песика. Не похоже, что он настроен делиться сосиской. Ну, кто бы отказался от панды на день рождения? А тут вот целый заповедник, еще и съедобный. Это в прошлом белых пасущихся овец сравнивали с облаками, а теперь овечек принято сравнивать с маршмеллоу. Да вы чего? У этого сэндвича зубов больше, чем у меня. Я его боюсь. Хм, ленивец, а он точно съедобный? Даже лучше спросить, а он точно не живой, а то как-то подозрительно похож на настоящего. Хе-хе-хе, попался ушастый. Вот и сиди там, закопанный морковками. Извините, но тут пирожное. В общем, оно прикинулось крабиком и пытается уползти со стола. Эм, заказываешь сэндвич, а тебе приносят рояль на тарелке? Красиво, конечно, но как его есть-то? Тортами, из которых кто-нибудь выпрыгивает, уже давно никого не удивишь. Но чтобы из торта вылазил крот? Это да, это действительно неожиданно. Гости плакали, кололись, но продолжали хавать кактус. А что поделать, если кто-то додумался сделать такой десерт? Даже в голову не приходило, что грушу можно превратить в моржа. Оказалось, что они очень даже похожи. Были просто скучные бананы, а получился целый зоопарк на тарелке. Даже немного жалко есть всех этих симпатяк. И почему мне кажется, что эти милые паучки делиться печеньем совершенно не настроены? Вдруг они только с виду такие безобидные? Если бы докобы на торту росли грибы, то получился бы не торт, а целый огород. Ну вот он и получился. Это что, теперь еще и вместо чаепития придется сырники выдергивать? Ух ты, ничего себе! Я бы не отказался от собственного острова, даже если он не в океане, а в желе. Пончик, ты просто космос! Хотя, конечно, космос с дыркой выглядит странно. Если вы тоже замечаете удивительные вещи вокруг себя, то скорее фотографируйте и присылайте по ссылкам в описании. А кто-нибудь вообще знает, жирафов едят? Едят? А то непонятно, как реагировать, встретив его на тарелке. Ну все. Вот зачем они это сделали? Теперь каждый раз, когда буду видеть клубнику, буду думать, что она похожа на человека-паука. А ведь раньше я видел в ней просто ягоду, и мне неплохо жилось. У вас когда-нибудь возникало желание съесть детальку лего? Наконец-то кто-то додумался до безопасного способа попробовать их на вкус. Становится немного не по себе, когда пончики на праздничном столе группируются в гигантскую гусеницу и собираются куда-то уползти. Еда так себя вести не должна. Ух ты, ничего себе! Батон-крокодил! Это еще повезло, что батон не слишком большой был. Знаете, что меня смущает в этом бутерброде? То, что булочек здесь гораздо больше, чем начинки. Мы так не договаривались. Так вот кто делает дырки в сыре. Так и знал, что это наглые редисочные мыши. Признаем честно, цветную капусту и так мало кто любит. И уж совсем непонятно, кто захочет ее есть в виде пуделя. Если к вам в гости должны прийти люди, которые боятся пауков, то такие бутерброды лучше не делать. Ну или наоборот делать, если вы не хотите ими делиться. Все-таки это ненормально бояться собственной еды. Мне почему-то кажется, что эти бутерброды как-то не по-доброму на меня смотрят. Словно сами не отказались бы перекусить. Мною, например. О, другое дело. С таким бутербродом я, пожалуй, готов сразиться. Но, по крайней мере, он один. И я почти уверен, что смогу его победить. Когда-нибудь в Пакмана в собственной тарелке играли? Выглядит, конечно, забавно, но меня больше интересует, что за черную субстанцию нам предлагают съесть. Нет, ну это уже ни в какие рамки не лезет. Слопать на завтрак целую солнечную систему? А ничего не треснет, а? Ну, наконец-то. Настоящая милота. Подумаешь, в тарелке пчелки летают. Я почти уверен, что они вкусные. Наверное, это завтрак для настоящего художника, чтобы даже во время еды думал исключительно о работе. Ну, подбирал там нужные цвета и не отвлекался на всякие окружающие мелочи. Оказывается, даже молочный коктейль можно сделать особенным. Например, его можно превратить в лепрекона. Почему у людей возникает желание превратить еду во что-то несъедобное? Ну, неужели у кого-то действительно просыпается аппетит, потому что он всегда мечтал погрызть покебол? Как по мне, так он совершенно не аппетитный. Трудно найти человека, которому не нравятся маленькие цыплята. Поэтому давайте закуску из яиц сделаем в виде маленьких цыпляток, чтобы голодного человека мучила совесть, когда он будет их лопать. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!